Всем привет, это Оля Северная, Каролина на связи. У нас осень золотистая, красивая, красивая, ноябрь месяц на дворе. Время идти в школу, так сказать. Я уже хожу в школу. Кто не смотрел мои видео, посмотрите. Я сейчас записываю серию о том, как я устраивалась на работу в школу. И там процессы как раз очень долго это все проходило у меня. По-моему, месяца полтора все это заняло с августа по октябрь. Я только в октябре начала давать уроки. Вот там я по частям все это записываю, рассказываю, как все происходило. Ну, в этом видео я расскажу о том, где еще можно искать работу. И особенно это касается тех, кто уже хорошо владеет языком английским. Для тех, кто не в курсе, как говорить по-английски, учить английский. Там у меня где-то есть видео про то, как я устраивалась на работу в Walmart. В Walmart можно устраиваться без особых языковых навыков. Все равно чуть-чуть надо, но можно. И на заводы, то есть заводы и все остальные места, где можно без говорения навыков туда устраиваться. Но если вы все-таки уже уверены в своих говорильных способностях, можно устраиваться куда-то по лучшему. И вот об этом наше видео сегодня. Конечно, сразу бы хотелось сказать, что мы идем на LinkedIn и там рассылаем свое резюме. И мы все-таки IT-программисты и прочее-прочее. И вы там легко найдете работу, но, увы, нет. Вот мы вроде как бы все не в IT. Поэтому вот обойдем тему IT-технологий и все прочее. Пойдем именно в социальные службы, либо в офисных работников. Первая рекомендация, куда можно пойти, это в полицию. Мне очень понравилось. Ходить на собеседование я ходила. Очень хорошие условия, очень много бонусов, отпускные и все прочее. Страховка очень хорошая у них, там, медицинская. И вот реально отпускных, значит, много. И пенсионные начисления у них высокие. Почему я туда не пошла? А я ходила, кстати, в полицию, но я ходила оператором 911. Почему меня туда не взяли? Это третий вопрос. Я до сих пор не знаю, никто не знает. Хотя мне потом даже уже кто-то из полицейских объяснял. Операторов 911, они называются телекоммуникатор, по-моему. Телекоммуникейтор, да. Где-то я находила, когда я в библиотеку ходила, там нас проводят периодически хайринг-евент. И там вот эти ребята сидят, которые призывают вас, приходите к нам, приглашают. И оттуда я уже обратилась. Там, как всегда, сканируйте, идете на сайт и там все, подаете заявку. Процедура вполне простая, чистая, логичная, через их сайт. Очень быстро со мной связались. Телефон, то есть как только вы куда-то подали где-то, что-то, заявки отправили в резюме, телефон всегда держите включенным. И отвечаете на все... Еще один телефон, самолет. У меня тут самолеты залетались. Отвечаем на все звонки, даже если... Я отвечала на все подряд, даже если было написано potential spam. Ну, у меня этот Apple, он многие звонки распознает как potential spam. Особенно это, когда телефон день засветился. Когда я, например, искала... Что там искала? Это страхование, здоровье и другое. Где-то там заполнила какую-то форму и все, пошел трындец. Мне столько звонков пошло от вот этих страховщиков. Все равно отвечаем. Во-первых, это моя личная рекомендация. Вы практикуетесь говорить по телефону. У меня с английским уже давным-давно проблем нет. Я не переживаю, когда я на нем говорю. Я спокойно говорю. Но когда мне вдруг кто-то звонит, у меня сердцебиение, моча в голову и так далее. Страшно. Начинаются нервы. И вот на вот этот вот испуг. Вдруг что-то, кого-то куда-то. И процесс говорения не складывается. Поэтому неплохо было бы проработать именно вот этот момент. И поэтому, когда вам кто-то, даже если вы видите, что spam звонит, сразу отвечаем, тренируемся, ставим голос, смотрим, как вот люди понимают. Тренируемся как раз переспрашивать, потому что часто бывают технические помехи. Бывают, как это называется, проблемы понимания из-за того, что люди говорят с разным акцентом. Картавят, шепелявят и все прочее. Так вот, что было дальше? Меня позвали на собеседование. Мне сразу сказали, что их там будет несколько, в несколько этапов. Надо будет сначала сдать в typing fest. Там где-то в условиях было, что надо 30, чего-то там 30 знаков. Куда-то, чего-то, я не помню. Сейчас уже это было год назад. Ну, в общем, когда вы зайдете на сайт, там увидите, сколько знаков надо. Я пробовала на всяких разных сайтах, что, в общем-то, я прохожу. У меня высокая accuracy, четкость, без ошибок, печатание. Немножко я там, по-моему, на один знак не забирала по скорости, ну, прошла я, вообще-то. Так вот, вот я как раз туда пришла в первый раз, когда меня позвали. Мне выдали вот такой еще, типа, бумаг. Я не помню, я сначала их заполнила, а потом-то я пинтест давала или нет. Меня отправили на бэкграунд-чек. Бэкграунд-чек, когда проверяют ваше криминальное прошлое. В разной организации бэкграунд-чек занимает долгое, недолгое, разное время. На завод у меня прошло все за три дня. В 911 проверяли 45 дней. Реально. Она прям сразу сказала, у нас 45. Не постесняйтесь спросить, how long does it take to do the background-чек? Как долго это все занимает? И мне также ответили, не стесняясь. 45 plus days. Наприклад, смотрели. Потому что у них, ну, такая система, так вот они вот куда-то запросы отправляют, все прочее. Это уже от вас не зависит, за это деньги не берут, поэтому все, не торопясь, ждем. Это к вопросу о том, как долго проходит найм в Соединенных Штатах. Долго. Готовьтесь. Это очень длительный процесс, потому что вы приехали, и тут же вы выйдете на работу. Даже если от вас на первом собеседовании одобрили, это еще не скоро все произойдет, поверьте. Потому что я после этого проходила собеседование куда там? В дом престарелых. Куда-то там было на кухне, где-то на разнос еды. Тоже я за один день все прошла, а потом он сказал, о, теперь там что-то там, и все. И потом недели две спустя, они мне только позвонили. Вот у них был бэкграундчек недели две. Возвращаемся дальше. Все-таки мы хотим какой-то типа офисную работу. Ну, да, мы ищем работу на Indeed, я искала на Indeed, но с Indeed у меня что-то как-то не складывается, эти все офисные, потому что, не знаю почему, не знаю, честно говоря, не знаю. Потому что чаще всего нужны какие-то reference, то есть рекомендации от ваших предыдущих работодателей. Может быть, у меня, опять же, недостаточный офисный стаж, я его хотя бы и меняла там в режиме, у меня реально не было именно офисного стажа. Я работала в компании дизайнером, я работала преподавателем английского. Но именно вот как офис-менеджер, ну, я в продажах работала три года. Видимо, что-то как-то не так. Что-то не так с моим режиме, мне ни разу даже не звонили на такие собеседования, меня не завалили. Недавно вот тут прошел слух, нам рассказали живой пример. И я до этого уже тоже тыкалась на сайте government.com governmental jobs. Вот мы идем туда. Мы начали, да? Так, сейчас мы подвинем ее в чудесное лицо куда-нибудь. governmentjobs.com Наш поисковый запрос. Работа по всей Америке. Ну, как залогиниться, как создать свой собственный профиль. Как залогиниться и создать свой профиль, я пропущу. Тут вы разберетесь сами, не маленькие. И поехали. То есть, здесь мы начинаем искать по вашему месту. Ну, допустим, я поищу в своем районе. Ну, я даже не помню, какой у меня индекс примерно такой. Я вбиваю по индексу, потому что можно, конечно, по job title искать. Вот смотрите. Ох, как интересно. Remote job hiring. Честно говоря, не знаю. О, давайте посмотрим. Зря я это сделала. Все, это он рекламирует другой сайт. Здесь отзывы и так далее. Ну, вы уже увидели, как бы, да? Сайт, я не знаю рекламы, чего это такое было, насколько его можно доверять. Но вот по сайту government job мы уже точно знаем, что связь есть. По-моему, я даже с него выходила на оператора на звонков. Я его здесь находила. Лайб... Так. Где? Крестик. Вот, пожалуйста, все по Гастонии. Потому что я вбила индекс своего городка. Affordable housing population coordinator. Я не знаю. То есть тут мы читаем описание работы. И... 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 Обращаем внимание, что загруженность не полная. Например, библиотеки полные часы я, по-моему, еще ни разу не видела. То есть они воспринимаются как второстепенная работа. Library System. Ага, смотрите, как неплохо-то. От 14 до 24. Там будет зависеть от того, был ли у вас уже опыт работы, есть ли у вас уже школьное образование или нет и прочее, прочее. Хороший ресурс? Хороший. Некоторые позиции будут требовать с вас наличия определенных знаний, сертификаций и опыта, возможно. Social Worker. Вот на Social Worker можно... У меня девочка знакомая с завода, она ушла туда, вот как раз туда, в Social Worker, потому что вроде как, вау, 20 долларов до 34, но там довольно-таки нервная работа, как считается. Все, сидишь за компьютером, заполняешь бумажки, я там была, я общалась с этими Social Worker. Я понимаю, что у них часто приходят люди, которые мне очень приятно общаться, возможно, да, что-то там не так. Я говорила до этого, у меня где-то было видео про почту, про работу на почте, вот здесь она тоже попадалась мне когда-то, можно, в принципе, как-то и контролировать, а здесь вот Health Resource, либо Social Services. Ну, теперь один, один главный но. Как только вы находите вот эту работу, просто отправить резюме будет чаще всего недостаточно. Хотя, да, часто контактируют сразу, но если мы хотим быть уверенными в том, что у нас будет какой-то отклик и результат, неплохо было бы туда еще как-то подъехать, там пообщаться, особенно если у вас какие-то низкие позиции. Ну, я для высоких позиций не знаю, но для низких позиций, для тех же, например, Медсестер, мне несколько раз говорили, надо просто туда подъехать, и я так вот замечаю здесь, внутри, очень часто сайты не работают. Например, у нас сейчас, например, баг в Волмарте, у меня внезапно появились новые шифты, хотя я вот смотрю, у меня, не должно быть, у меня работы в среду, в четверг, потому что я поставила, что я недоступна в эти дни, I'm not available. Тем не менее, у меня появилась работа в эти дни, а я не могу туда прийти, я уже пожаловалась. Необходимо внедрять человеческий фактор в общение. То есть просто вот так вот онлайн подали и забыли, опять же, надо проработать резюме. Помним о том, что если мы подаемся на какую-то работу, мы читаем описание, нужно зайти потом в свое резюме, убрать ненужные места работы, которые не соответствуют вашему опыту, который нужен будет для работы в этой организации, подправить. Подправить свои навыки, умения, конкретно прописать свои способности под эту работу. Я не говорю, что врать. Мы пишем правду, мы пишем о том, но именно те, как сказать, навыки, скиллы, которые нужны для выполнения этой работы, можно подробнее прописать. А о том, что вы умеете рисовать в фотошопе, если это не нужно для этой работы, нужно как бы удалить. Раз оно не нужно, неадекватно, то зачем заполнять время, место и просто как-то вот, как сказать, система может посчитать, что вы оверскиллд. То есть да, вы такой крутой специалист, вы умеете в фотошопе крутиться, они так смотрят, и так, блин, это слишком крутой специалист, ему будет у нас грустно, скучно, это оверскиллд, он через месяц уйдет. Поэтому так сразу убираем, то, что вы слишком много умеете и ставим именно вот в эти рамки только эти навыки, которые нужны туда. Таким образом, система будет понимать, ну или система, там часто компьютерный отбор, компьютерный отбор происходит, а в резюме они видят, что именно вот эти навыки нужны нам, будут работать, и они у вас есть, а те, которые нам не нужны, ну и нам они не нужны, ну и человеки тоже. Где-то, когда-то я в своем видео говорила, что еще и онлайн там можно подрабатывать. Я вот пользовалась несколькими сайтами, сейчас просто недавно мне выскочило опять напоминание, зайдите на User Interviews, я кину в описании, что я там кину, там пригласительная реферальная ссылочка. Это не постоянная работа, но и это так-то a lot of waste time. То есть, тут сидите, подаетесь, вот какая-то сэшна, причините, 9 долларов. Я реально заработала там 60 долларов один раз, за одну 30-минутную беседу с чуваком, с чуваком товарищем, там была задача, какую-то тему там, что-то там было, Airbnb стадис, то есть реальная компания Airbnb ввела какую-то новую фишечку на своем сайте, и они хотели опросить людей, чтобы они, вот как раз наша встреча была об этом, мы включили это вот, это Airbnb, и просмотрели несколько дизайнов, и я высказала свое мнение, что я по этому поводу думаю. И он у меня спросил, то есть я пользовалась до этого Airbnb, и он у меня спросил, как мой experience, какой мой опыт был, положительный и отрицательный, как я думаю, вот эта новая фича, функция поменяет отношения пользователей, будет это более удобно, неудобно, то есть просто именно мнение пользователей выясняли, и вот за это мне заплатили 60 долларов. Но при этом вот этот же сайт, по-моему, да, на юзер-интервью, у меня просто еще три такие сайта есть, опять, много очень времени, то есть вы кликаете, подаете заявку, там отвечаете на какие-то вопросы и не проходите. Опять кликайте на другую, продаете заявку, вот я вот эту реферальную ссылочку кину вам, и вам тоже будет 30 долларов, и мне 30 долларов также. Вот так вот. Ну ладно, переходим к следующему пункту. Я надеюсь, мое видео было достаточно познавательным, и вы теперь готовы штурмовать эти вершины и уйти с позиций. Как вот все во всех видео говорят, о, поехала в Америку попу мыть. Ну, за попу мыть, кстати, иногда больше платят, чем за не попу мыть, но и работа у меня такой не было. А почему у меня такой не было? Потому что туда нанимали only part-time, а part-time это часов 24 работает, то есть это когда у вас есть уже какая-то работа, и вы дополнительные к ней. Почему я не ушла из Волмарта? Я до сих пор работаю в школе, и я работаю в Волмарте. В Волмарте я сократила часы там до 15, ну потому что у меня там скидки есть, потом еще какие-то бонусы, и доставка бесплатная, и почему бы нет, лишние 400 долларов. Ну, как-то так. Если у вас есть свой опыт прохождения вот этих вот ступеней, если вы нашли как-то работу хорошую, если у вас есть желание поделиться. А, я до этого говорила, что откуда у меня вся информация. Я случайно заходила на Government Jobs в прошлом году еще, когда вот ходила на Fairy Tales, на сказочные мероприятия, Job Fair Event. Я туда заходила, я там регистрировалась, а в этом году Света написала нам в чате, я еще год назад подписалась, Света, привет. Света на меня не подписана, но я ей отправлю это видео. Она как раз устроилась на работу через вот этот сайт, и она уже месяца два проходит там тренинг, то есть она не работает, она два месяца получает американскую зарплату, но они не работают еще, их тупо обучают. То есть она будет работать вот в social, вот как вот, где мы оформляем всякие пособия, вот в этом social security center, я сейчас врум может быть ответ, я месяц назад прочитала, уже тут точно не помню. Но она устроилась именно туда, и сейчас она получает свою зарплату за то, что их там обучают, как работать в программе. Вот и все. То есть она не сидит, не работает с людьми еще вроде бы, да, ведь Света? Но в то же время они сидят и обучаются. И она на своем канале в Телеграме, Телеграм-канал, как что-то про Мордор, я тут напишу, если кому-то интересно. Подписывайтесь на Свету, Света замечательный человек. Она не часто позит, потому что она очень занятой человек теперь, она учится и работает, вернее, она учится, чтобы работать. Если у вас есть свои истории, которыми вы хотели бы поделиться, пишите, можем оформить совместное видео, и вы расскажете на своем канале, либо на моем канале, неважно. Потому что как бы вот, мы все начинаем с нуля сейчас. Да, мы начинаем с нуля. We start the life from the scratch. С наброска заново. И это сложно с одной стороны, потому что у меня какие же прищаделые бабушки, как мне все пишут, куда вы на старости глядя поехали. Ну, блин, сорян, когда я была молодая, красивая, я что-то я тоже могла остаться. Меня приглашали. Почему-то я хотела вернуться. Молодая, глупая была, да? Все надо попробовать. Потому что, ну, кто-то хочет жить в одном месте всю свою жизнь, ходить на работу по одной и той же дороге, а кто-то не может жить на одном месте всю свою жизнь. И кому-то вот надо кто-то менять в этой жизни. Ну, мне интересно. Я как-то не представляю, вот как бы я бы жила, и вот все время я бы ходила туда-сюда, туда-сюда. Я себе этого не представляю. Ну, даже из моего опыта, я после пяти лет в Skyeng'е что-то уже так загрустила, и мне тогда хотелось так вот, что-то уже надоело одно и то же. Но потом Skyeng'е поменял платформу, и стало опять, а-а-а-а-а, интересно, и я что-то так и не ушла оттуда. Они мне не платят за рекламу, если что, это не реклама. Ну, я могу рассказать. Мне, в принципе, там нравилось. По-моему, вот самое комфортное место, где я работала. А где я еще работала? Ну, мне вообще-то везде нравилось, где я работаю. Почему-то, в общем, где я работаю, я не работаю там, где мне не нравится. А может быть, я очень такой adaptable person, адаптивный человек. Я привыкаю, либо пристраиваюсь ко всему. То есть, или я нахожу позитивные моменты, или я просто вот именно нахожу работу, или мне так везло в своей жизни. Я как-то никогда не читала работы чем-то таким. Или я просто очень быстро уходила из тех мест, где мне не нравилось. А я вообще много не работала в обществе. Или это потому, что я так считала, что это хобби, поэтому. Ну, спасибо всем за внимание. Пишите. С вами была Оля. Северная корреля на связи. Не отключайтесь. Следующее видео будет грустным. Да. О том, как у меня украли машину. Оля. 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 Оля.